Здравствуйте! Вы смотрите «Вечерний разговор». Где нет общности интересов, не может быть единства целей. Тем более, не говоря уж о единстве действий. Сказанное еще Фридрихом Энгельсом, определивший, видимо, к тому времени свое единство взглядов с Карлом Марксом. Сегодня философствовать не будем. Поговорим о практических вещах на тему «Легко ли жить в Евросоюзе?». Наш сегодняшний гость – посол Словакии Роберт Кирнак. Добрый день! Добрый вечер! Сам вел мират, что видим вас в нашем телевизионном студии. Прошу прощения за мой чешский и даже и словацкий. Прекрасный словацкий язык. 15 лет назад я уехал из Праги, где работал два года. И как-то без языковой практики понимаю, что выгляжу несколько смешным. Но тем не менее, было бы приятно вспомнить то, что еще хранится в моей памяти. Еще раз нам приятно, что вы откликнулись на наше приглашение. Редко случается говорить на откровенные темы, близко в эфире с дипломатами, с людьми, представляющими в своем лице государство. Вчера, 3 августа, ваша страна, Словакия, отметила довольно важное событие, важный день, День Конституции, с чем тоже вас поздравляем. Спасибо. И, как мне кажется, Конституция, конечно же, это главный атрибут государственности, один из главных атрибутов. Это очень важный документ, где прописано, наверное, такой, знаете, как бы код жизни, который диктует и развитие страны в целом, где прописано очень много вещей, которые становятся определяющимися. Дальше уже строится и законодательство. Ну вот, какова главная особенность Конституции в вашей стране, на ваш взгляд? Наша Конституция была принята 1 сентября 1992 году. Она уже 22 года служит надежно на защите нашей государственности, нашей демократии и защиты прав человека. Конституция – это основной закон страны. В ней воплощены все основные атрибуты, параметры функционирования нашего государства. Конечно, это живой документ, он развивается. И в прошлом сделали несколько поправок. Жизнь оказалась намного шире и интереснее, чем мы думали. И поэтому должны были сделать какие-то поправки и в нашей Конституции. Ну, очень интересно, в общем-то, ваше, так сказать, вот это вот изложение. Хочу напомнить нашим телезрителям, что Словакия и Чехия – это некогда две республики некогда единой страны. Чехословакия, так она и называлась. И разделение этой страны на Чехию и Словакию, ну, так сказать, совершен был в виде некого цивилизованного развода. То есть это произошло абсолютно, мне кажется, как-то в конституционных каких-то нормах, с соблюдением прав человека, насколько я знаю историю всего этого. С удовольствием услышу мнение человека, как бы изнутри, взгляд изнутри. Это важно и для наших зрителей. Ну, вот легко ли проходил такой развод? Где-то около полувека две республики жили вместе. Да, с 1918 года до 1993 года. У Словаков было искусство или опыт своего государства во время Второй мировой войны. Это больный опыт со всеми трагическими происшествиями тогда. До сих пор мы не можем как-то справиться с трагедией, которая случилась с еврейскому населению на территории Словакии. В 1992 году после выборов стало ясно, что политические репрезентации в Чешской республике, в Словацкой республике, они не смогут договориться о совместном функционировании федерации. К сожалению, мы не успели задержать одно государство, работать вместе в рамках подлинной федерации. В Словакии себя чувствовали, что они младший брат, и, по сути дела, много вещей решалось в Праге. В Словакии хотели быть равными партнерами. И тогда возник вопрос, или давайте мы будем продолжать как до сих пор, или давайте разделим государство. И словацкие представители достаточно храбро сказали, да, давайте попробуем жить вместе за свой счет, давайте сами решать наши вопросы. И так и случилось. Вначале были ожидания, что Словакия не выдержит, что нет своих институтов. То есть не состоится как государство. Да, что экономически не выдержит. Тогда у нас было еще в свежей памяти то, что случилось в Югославии. Даже ждали войны. Всего этого не было просто, потому что между Словаками и Чехами никогда не было войны. Наши два братских народа всегда жили рядом. Только в этом конкретном случае должен сказать, что это было решение политическое. Проголосовали в парламенте. Не было референдума. Интересно, как бы закончился референдум по этому вопросу. Но история так случилась с 1 января 1993 года. Мы основали Словацкую республику и Чешскую республику, как два равных наследника Чехословацкой федерации. У словаков было непросто вначале построить свое государство. Было даже такое мучение в половине 90-х годов, когда Словакия была исключена из процесса интеграции. Но мы вскоре поняли, что никак мы не можем успеть добиться развития и интеграции, если мы не поменяем способ, на каком мы живем и работаем. И так и случилось. Словакия тогда пошла, после выборов 1998 года, Словакия пошла путем реформ. Эти реформы привлекли зарубежных инвесторов. И Словакия стала тигром в Средней Европе, примером успеха для остальных стран. Мы стали членом ОЕСИДИ в 2000 году. В 2004 году стали членом НАТО и Евросоюза. В 2007 году вошли в Шенген. И с 2009 года, вот уже 5 лет, мы используем евро как нашу национальную валюту. Последние 10 лет, могу сказать, были самые успешные и счастливые годы нашей молодой республики. Ну вот вопрос такого рода. Существует наверняка еще достаточно большой слой населения, ностальгирующий, может быть, по тем социалистическим временам, когда Словакия и Чехия жили вместе, может быть, ностальгируют и по несколько иной экономике, по каким-то иным, может быть, правовым отношениям. Вот есть такие проявления в вашей стране? Конечно. В экономическом плане процесс интеграции – это сплошной успех. Когда Словакия вошла в Евросоюз, ее уровень жизни представлял по внутреннему валовому продукту представлял 47% среднего уровня в Евросоюзе. И сегодня мы уже на уровне 75%. Зарплаты у нас удвоились в течение 10 лет. Но вы правы. Все-таки находятся люди, которые питаются ностальгией. Но я думаю, что этот вопрос некорректный, поскольку я думаю, что эти люди, у них ностальгия по прошлом, когда они были молодые, здоровые, успешные. А сейчас, может быть, они мечтают о своей молодости больше, чем о социализме. Может быть. Дело в том, что мой опыт общения с чехами, я разговаривал с очень пожилыми людьми. Глава семейства работал в Ижевске, помогал там создавать автомобильный завод. Его супруга, им уже лет за 70 было, она получила по закону реституции, получила пятиэтажный дом, в котором я жил. И она говорила, что мне нужно было на старости лет стать домовладелицем. То есть ее родственник когда-то построил в 30-х годах, и потом уже, когда возвращали недвижимость по наследству, она осталась правоприемником этой наследственности. Но тем не менее, люди были настолько подготовлены к жизни, что она с удовольствием выполняла эту роль. Она знала всех своих жильцов этого большого пятиэтажного дома в одной из частей чешской столицы. И со всеми общалась, с немцами на немецком. Я единственный, кто там русскоговорящий жил в этом доме. Но она изучала русский с помощью своего мужа. И они с нетерпением ждали, когда я заговорил на чешском. Через три месяца мы стали общаться практически на равных. Но я наблюдаю за тем, как на моих глазах менялась страна. Буквально за два года реально сильно изменилась. Наверняка, не могу сказать, как менялась Братислава, к сожалению. Но по возвращению сюда я отметил, что я отсюда как будто бы не уезжал. Я даже нашел ту же яму на дороге, незалатанную городскими властями, мимо которой я проходил и уезжаю. Мне было грустно. То, что происходит в странах Восточной Европы, происходило в 90-х и в 2000-х, это, конечно, показательное изменение. Но вернемся к Словакии. Вот у обывателей, которые так или иначе интересуются политикой и следят за событиями, в том числе и в тех странах, бывших братских странах, хотя, в общем-то, наверное, бывших братских и не бывает. То есть, следя за событиями в странах Восточной Европы, для себя вот они решают так, что Чехия, вот после этого развода Чехии и Словакии, Чехия, она следовала промышленность, а Словакия – фермы. И таким образом, как бы, Словакию рассматривают более как аграрную страну. Насколько верен вот этот обывательский взгляд на Словакию? – Да, это было верно в XIX веке. После Второй мировой войны Словакия пошла путем индустриализации. И тогда строились большие заводы по машиностроению, по химической индустрии, по производству бумаги. И как раз процесс трансформации был более сложным в Словакии. Оружие производило в Словакии. Мы, может быть, как сегодня, Словакия – крупнейший по голове населения производитель легковых автомашин в мире. Тогда, может быть, мы по голове населения были крупнейшим производителем танков. Но уже в 80-х годах не было, кто бы их покупал, точнее, кто бы заплатил за эти танки. – Убрали бы оружие охотно. – И как раз в Чешской республике там была более легкая промышленность. Поэтому этот процесс трансформации в Словакии прошел тяжелее. Когда мы закрыли в начале 90-х годов фабрики по производству оружия, у нас с одного дня на другой повысилась безработица на 5%. 5% – это очень больно. Как раз безработица – это самая главная боль у нас в Словакии сейчас. Она движется где-то около уровня 14%. Идет долой, к счастью. – То есть, есть тенденция к снижению? – Это реалитет нашего государства и правительства – снизить эту безработицу, особенно в сегменте молодых людей. Перед кризисом мы успели снизить безработицу, которая была в начале этого столетия, около даже 20%. Нам удалось ее снизить вплоть до 8%. Но, к сожалению, в 2009 году пришел кризис, и опять поднялась эта уровень на 13-14%. Проблема и в том, что часть населения остается без работы очень долгое время. Значит, это у нас структуральная безработица. Это люди, которые безработицы, которые очень тяжело могут найти себе… – Тяжело адаптируются к новым условиям? – Или образования не хватает. И у них нет уже даже привычки, если человек молодой не работает 10 лет, он уже никогда не станет. Если у него нет привычки рано утром встать, облиться, помыться, поехать на работу, это вряд ли он сможет после 10 лет. Значит, эти вопросы, о которых мы откровенно говорим, экономический успех несомнимый. Но есть и такие явления, которыми мы очень сейчас тщательно занимаемся. И как раз в рамках Евросоюза мы получаем большую поддержку для реализации этих политик. – Ну вот о пенсионерах, как живут у вас? Наверняка среди наших зрителей кто-то и задается этим вопросом. То есть уровень пенсии в Словакии. – Да, пенсионеры – это группа, пенсионеры – очень интересная группа. Это люди, которые очень активны на выборах. Поэтому политики посвящают большое внимание. Когда мы в Словакии сделали опрос, какая группа населения самая уязвимая, когда они спрашивают, что вы думаете, какая группа? Пенсионеры – это был первый ответ. И что научный труд показал, что пенсионеры вообще не живут, или им не угрожает нищета. – То есть есть какие-то накопленные… – Хуже всех семи, где только один родитель и больше детей. Или два родителя и больше детей. Где один безработный. Пенсионеры – очень активная часть населения. И, конечно, они прошли этим путем, жизненным путем. Они платили в фонды, когда были активны. И сейчас ожидают, чтобы вернуться. Но в процессе трансформации, конечно, все это намного сложнее происходит. В Словакии средняя пенсия где-то на уровне 350-370 евро. – Будем говорить, что это еще, наверное, ниже среднего уровня в Европе, да? Или близок? – Нет, конечно. Зарплата движется где-то около 850-880 евро в среднюю зарплату. Минимальная зарплата около 400 евро. – Ну, Чехословакия всегда в те времена, когда обе ваши страны существовали в формате этого государства, считалась меккой туризма. А вот после разделения, после этого развода, из туристических объектов, что вам досталось? Можно ли назвать Словакию тоже страной, которой следует посещать туристам, тем, кто интересуется, как живут народы в Восточной Европе? – Конечно, в этом году первый раз в Кишиневе представили Словакию на ярмарке как дестинацию для молдавских путешественников. Мы хотели воспользоваться этим моментом визовой либерализации. Люди смогут. Те, которые привыкли ездить на Украину в курорты, сейчас сложнее ездить туда. Значит, они всегда могут приехать в Словакию. Как раз мы представили Словакию как страну, где находятся хорошие курорты, хорошие места для лыжных спортов и прекрасные старинные города. Конечно, есть города, которые находятся на списке ЮНЕСКО, которые защищаются. Для меня всегда с поражением смотрю, как развивается Братислав. Воспомнили, как это прекрасная девушка в некрасивом платье на Дунае. Когда-то так говорили о Братиславе. Сегодня это уже неправда. Братислав столько реконструировалось в центре, старинный центр. И возникают новые места возле, на берегу Дуная. Столько приходят зарубежные инвестора. Как вы говорили о автомобильной промышленности, тоже электронная промышленность. Сектор услуг развивается. Значит, Словакия может стать еще более интересной дестинацией для молдавских туристов. И, конечно, добро пожаловать в наши города, в наши регионы, в Татри. То, что, так как мы очень похожи в Словакии и молдавяне. Словакия приблизительно такая же маленькая страна, как и Молдова. Но у нас есть различия. И эти различия, может быть, интересны для туристов. Чтобы посмотреть то, чего у меня нет дома. Конечно же, в принципе, это кухня, это, допустим, та же музыка. Это какие-то народные обычаи. То, что с удовольствием впитываешь себя, запоминаешь и, в общем-то, и проносишь, наверное, в своей жизни. Но ведь не только туризм может связывать нас с вами. И экономика здесь так или иначе способна развиваться. Ну, говорить о каком-то всплеске экономических отношений еще не приходится. Я единственное, что нашел в статистике, это то, что за последние три года словацкие власти оказали поддержку Молдове где-то в размере больше миллиона евро. Но, несомненно, в наших отношениях, Молдове и Словакии, есть огромный потенциал экономический. Рассматриваются ли какие-то экономические проекты финансового характера, либо производственного, промышленного? Конечно, несомненно, бизнес, поддержка экономических связей – это приоритет. Без бизнеса все остальное – только анимация. Если будут у нас хорошие экономические отношения, я уверен в том, что намного легче будет развивать и отношения по культуре, образованию. Мы занимаемся работой на всех фронтах, но экономические отношения самые важные для меня и для моей миссии здесь. И тоже наша помощь для развития. С января этого года Молдова стала самой приоритетной страной, единственной в Европе. Одной из трех стран в мире, в которые мы хотим инвестировать. Я хочу подчеркнуть, потому что это не хуманитарная, это не донация. Это наша инвестиция в будущее в Молдове и в будущее наших отношений в Словацко-Молдавске. В экономическом плане у нас товарооборот перед кризисом пошел до 80 миллионов евро. После снизился до 29-30 и опять поднялся где-то на уровень 45 миллионов. Моей целью увеличить этот товарооборот в три раза. Думаю, что можно работать по некоторым отраслям. Мы продаем достаточно и покупаем, но где-то в три раза выше мы экспортируем из Словакии в Молдову. Значит, есть и рынок, и пространство для молдавских товаров, чтобы они нашли свое место на рынке не только Словакии, но и на свободном рынке Средней Европы и целого Евросоюза. И как раз сейчас этот договор об абсоциации и о свободной торговле, он дает большую возможность, потенциал. Но мы должны умно поступать, чтобы воспользоваться этим потенциалом, чтобы реализовать его в реальной жизни. Но есть ли какая-то статистика, говорящая о том, к каким областям экономики Молдовы присматриваются словацкие инвесторы? Чем могли бы быть им интересны? Конечно, сельское хозяйство очень интересное, так как традиционально. Но у вас есть и очень хорошая основа для развития электронной промышленности и сектора услуг. Как раз мы в следующем году хотим воплотить, реализовать 5-6 проектов стартапов, поддержку совместных предприятий. Очень тщательно рассматриваем эти предложения, в каких областях должны заниматься. Совместно с МЕПа, с агентством по развитию торговли и инвестиций работаем на этом вопросе. Вы вспомнили свыше миллиона евро. Еще больше денег мы будем вкладывать в Молдову. Только сейчас на днях будут подписаны 5 договоров о проектах в 100 тысяч евро каждый. Два приоритета у нас – это хорошее управление страной, а второе – вода, отбросы и санитация. Под хорошее управление страной имею в виду, например, проекты, которые мы уже реализуем здесь несколько лет. Это проект по поддержке бюджетирования, управления государственными финансами, по программному бюджетированию. То есть это разработка программного продукта, который электронный, имеется в виду, или же система расходов? Система, да. Система транспарентных расходов государственных. Это ваши деньги, каждого собранных налогами. И есть проекты по реформе пенитенциарной системы, тюремной системы. Есть проекты по санитации, по воде. У нас прекрасное сотрудничество началось между нашей ассоциацией городов и Калмом. Уже делегация побывала в Словакии, наши приходят сюда. Это все с поддержкой и в рамках проекта ООН, UNDP точнее. И еще у нас запланировано несколько таких проектов. В этом году, подумайте, Словакия дала 300 тысяч евро, по 5 тысяч евро один проект, мини-гранты. Мы успели здесь, один год работаем, успели взять 18. Из 60 для всего мира в Молдове будет реализовано 18 мини-грантов по 5 тысяч евро. На что они будут потрачены? Для поправки школ и реализации детских площадок, остановок для автобусов, санитации, очистки. Чтобы, например, в домах для престарелых была чистая вода, чтобы они не заболевали от воды, которая нездравая просто. Есть проекты по поддержке спорта, молодые, чтобы занимались спортом, чтобы они не ходили по кабакам, чтобы они не пошли по соблазну быстрых и легких денег к криминальным путям. Так, например, мы запланировали, в следующем месяце будет состоится турнир словацкого посла по тэквондо в 40-й веке. Мы купили оборудование для тэквондистов. Подумайте, они перед тренировкой ездили в соседний город, брали перчатки, все это оборудование. После тренировки возвращались. А у них уже есть чемпион Молдова. И таким образом мы хотели поддержать. Потому что экономика может выражаться различными способами. И мы готовы работать флексибильно. Наша поддержка должна быть быстрой поддержкой. Мы должны быть реальными партнерами, не старшим брендом. То, что мы чувствовали на себе со стороны, может быть, других партнеров, мы не хотим повторять. Мы хотим быть подлинными друзьями, партнерами. Мы откликаемся на ваш запрос. Что вам нужно? Приходит к нам вопрос из МИЭПа. Мы хотим выучить что-то у вас. Как функционирует это агентство по поддержке торговли? Давайте. Мы пригласили в Словакию. И на следующих месяцах они приедут в Словакию. То же самое было интересно и с канцелярией президента. Мы хотим научить, как функционирует этот аппарат президента. Мы их пригласили два дня перед выборами президента Словакии. Чтобы показать, что безразличие, что через два дня у нас будут выборы, аппарат функционирует как швейцарские часы. И так и случилось. И мы откликаемся и на другие такие вопросы. Мы не приносим готовые решения. Мы не тратим деньги, чтобы заплатить своих пенсионеров, которые будут приходить к вам. Как когда-то приходили к нам и говорили нам общие свои общие опыты. Мы хотим реально помочь. Вы должны быть хозяевами этого процесса трансформации, реформы. Потому что вы будете нести последствия. Не изменяться в мире, который меняется практически на глазах, сегодня, мне кажется, является грандиозной ошибкой. Нужно меняться, нужно менять, понимая, что это фактически ответ тому, что окружает нас. Это очень точно сказали, потому что если сейчас мы смотрим, что случается в регионе, и что тот, который сильнее, то и успевает, то и выдерживает. Дарвин этого не сказал. Дарвин сказал, тот, который способен приспособиться быстро, тот выживет. Выживает. И тот становится сильнее. Может быть так. Да. Или умнее. Да. Привемся на небольшую рекламу. Реклама о вечернем разговоре. Спасибо. Реклама о вечернем. Реклама о вечернем. Субтитры отправлены. Привемся на городе. Европеана. В.ага-д.мд Хорошие ученики не списывают. Хорошие мамы стирают с перс. В.ага-д.мд Хорошие ученики не списывают. 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 Назад свою историю, ты не можешь менять, ты можешь гордиться или учиться от нее. Но мы решились пойти путем интеграции, вплоть до членства в Еврозоне. Это высшая форма интеграции. Сейчас мы сидим как одна из беднейших стран в самом богатом клубе мира, клубе Еврозоне. Мы являемся частью этой группы, которая принимает решения. Мы всегда были под влиянием решений Евросоюза. Но сейчас мы формируем эту политику. Когда вы спросили, что обозначало членство в Евросоюзе, В экономическом плане, безусловно, огромный успех экономического роста, привлечения иностранных инвесторов. Но и в другом плане надо посмотреть, как люди, достоинство людей выросло. Как мы сами ощутили, что мы решаем свою судьбу и судьбу наших детей. Может быть, в этом психологическом плане это еще более важно, чем деньги, которые у нас лежат сейчас на столе или в карманах. И за этими деньгами скрывается труд. Словакия все еще является страной, где зарплаты не дошли далеко, далеко не дошли до уровня зарплат в Западных странах. Но поэтому и мы являемся конкурентоспособными. Если Евросоюз хочет быть конкурентоспособным в мире, и внутри Евросоюза мы должны поддерживать эту конкуренцию, стараться быть на передовой линии конкурентоспособности. Ваша страна нашла в себе, то есть определила, чем она может быть интересна своим партнерам по Евросоюзу? Знаете, если бы мы могли выбирать, было бы хорошо, но просто так случилось. Мы сделали наше пространство гостеприимным для бизнеса. Сначала стабилизировали банки, ввели транспарентность в процессы, сделали легче принимать людей, ну и пропускать, чтобы рабочая сила, она двигалась там, где нужно. И иностранные инвесторы начали приходить в Словакию. И как раз они нашли эту нишу автомобильной промышленности. Словакия производит около миллиона автомашин в год на 5,5 миллиона жителей, миллион автомашин. Три крупных завода, Volkswagen, Peugeot Citroën и Kia в Северной Словакии. Но два года тому назад, первый раз случилось, что наш крупнейший экспортер – это не Volkswagen. Его опередил Samsung, корейский инвестор. Собирается электроника. Значит, электроника. Но электроника – это производство экранов, телевизоров, но тоже банковских карточек. Мы являемся лидером в мире по производству карточек. И электронных услуг. В Братиславе и в Кошицах – большие центры IBM. Есть заводы Panasonic, Aoptronics по электронике. В Кошицах, втором по масштабу городе на Востоке, Словакии, 7 тысяч человек работают в IT-секторе. И этому приспосабливается и наше образование. Молодые люди, которые хотят найти хорошую работу, они уже сейчас стараются подготавливать и выбирают такие предметы, с которыми у них будет больше шансов найти работу. И говорим о работе не только в Словакии, потому что, например, что касается образования, Словакия первая в Евросоюзе в отношении процента студентов, которые учатся за рубежом. Но это, вероятно, статистика показывает такой большой процент, потому что много студентов учатся традиционально в Чехии. То есть совсем рядом. Это мобильность рабочей силы начинается уже с этого молодого возраста. И, конечно, как члены Евросоюза, наши рабочие, наши эксперты, они могут двигаться по всем пространстве Евросоюза. И в чем искусство? Искусство, как привлечь этих экспертов назад домой? И они возвращаются. Это интересно. Я думаю, что это может служить как инспирация для Молдовы. У вас прекрасные люди, которые успели на рынках Западной Европы. Они сделали карьеру. Да, сделали карьеру. Их надо привлечь домой. Лучше всего с их сбережением, с деньгами, чтобы они вкладывали в свою родину и развивали. Сегодня очень редкие эти примеры, но в основном, как правило, в сельских территориях. Там, где, наверное, притягивают родные корни. Потому что человек, выросший в селе, но сумевший добиться довольно большого материального достатка за границей, он уже, наверное, задумывается о том, что все-таки вот тот накопленный опыт, наверное, был бы интересен для применения у себя на родине. Ему там комфортнее. Ну, языковая среда, может быть, и наличие родственников, родственных связей. Но, как мне кажется, молодежь, которая прошла через учебу в городах у нас и вырываясь в страны Запада для продолжения учебы, либо найдя там работу, неохотно стремится сюда вернуться. Потому что молодому человеку все равно при всей, допустим, той энергетике молодежи, она нуждается или ей необходим определенный комфорт. Комфорт для отношений, для развития своей жизни в дальнейшем. И сегодня назвать Кишинев я не берусь к комфортным городам. Это, может быть, он еще в стадии, так сказать, только поступается к этому. Мы за вот эти 23 года независимости, мне кажется, пока еще живем, знаете, по наитию, как в джунглях, без навигатора. Ну, вот там бананы ворощат, туда и идем. А вот сюда не идем, потому что боимся, там кто-то шипит. А на самом деле должен быть план. План действия и план, который, ну, наверное, согласован, бывает, а это необходимо, с партнерами страны. С партнерами, которые понимают, мы видим ваше, то, как вы видите свое развитие. И вот то, что, как вы видите, интересно и нам. И когда этот план, понятно, для всего окружения, понятие окружения, тогда он, наверное, и реализуется. Но мы, как мне кажется, еще пока и не можем предложить строгого плана. Да, у нас есть евроинтеграционные амбиции, но наша страна разделена еще по признаку, ну, куда же нам идти все-таки, дальше интегрироваться в Европу или еще придерживаться таких ностальгирующих настроений, что все-таки таможенный союз, назревающий на Востоке, это, ну, наверное, так сказать, нечто аналог тому, что когда-то было лет, там, четверть века назад. Насколько это все верно, покажет время, но вот каков был план у Словакии? Вот что предлагали вы в качестве видения себя вашим партнерам? Да, мне трудно говорить о Молдове, и, может быть, я не прав или не тот человек, который должен был... Всегда интересен спрятаться со стороны, поверьте. ...чтобы оценивать ситуацию. Но я могу рассказать о нашем опыте, и вы можете, может быть, найти себя в этом. Даже когда мы хотим не то что критиковать, но показать на некоторые недостатки, мы лучше можем говорить о наших ошибках. Чтобы сквозь призму вот этого опыта увидеть себя. Что мы бы сейчас не повторяли, и вы должны иметь право делать свои ошибки, не повторять наши. И, думаю, это в том и ценность нашего подхода. У нас в Словакии общество не было разделено, когда мы решали вопрос будущего направления. Поддержка всех главных, всех... Всегда были такие, которые лающие собаки у каравана. Но это были те же самые люди, которые 30 лет тому назад только жаловались и ничего не делали. Они и сегодня ничего не делают. И не надо заразиться от них этим негативным негативизмом. Надо четко определить, куда хочешь идти и пойти последовательно по этому пути. Конечно, кто отвечает, то должен показать путь. Это политики. Люди выбирают своих политиков. Политики должны с поддержкой народа его вести вперед. Люди, в конечном итоге, никто за вас. Даже огромные деньги, которые мы получили из Евросоюза, и которые вы будете получать, 130 миллионов в следующем году евро в Молдову придет. Но самое главное, это ваша работа, ваши решения. Никто за вас, ваш труд. Никто более не заинтересован в вашем успехе, чем... Кроме нас самих. Да, кроме вас самих. Поэтому мы пошли этим путем реформы. Это нелегко, потому что политики иногда шутят, что можно делать реформы и можно побеждать на выборах. Но очень сложно как-то синхронизировать это. И иногда эти реформаторы, они своим образом жертвуют себя, потому что они не побеждают на выборах. И в этом очень... То есть реформы иногда просто получаются, ну... Они всегда больные. Не выгодны тем, кто... Они всегда больные. Потому что да. Но люди хотят видеть результаты. И на примере Словакии можно показать эти реформы, которые непростые и в экономическом плане, и в социальном, и в политическом плане. Они носят конкретные результаты. Ни одна страна, которая пошла путем интеграции, не пожалела этого. В Молдове, конечно, надо людям показать конкретные результаты, чтобы радоваться уже на пути, чтобы не видеть только цель, которую хотим... Ну, есть красивые флаги и много красивых слов. Нет, реальные. Я говорю о реальных результатах. То, что началось там, зарплаты учителям, зарплаты в секторе здравоохранения. Сейчас, как решать проблемы фермеров в сельскохозяйстве, эти компенсации в той ситуации, в которой мы находимся. Очень интересно. Строительство дорог. Все могут ощутить это сразу, когда выедут из Кишинева. Или даже в Кишинево. Был один мир здесь с визитом. И мы так гуляли по тротуаре, а там было столько дыр. И я смотрю, меня дома бы убили, если бы такого видели. Но пошутил. Но это конкретные результаты. И надо огромные капиталовложения. И этих денег нет. И не будет никогда достаточно, чтобы удовлетворить. И без реформ, например, если в здравоохранение начат сегодня вкладывать огромные миллионы, миллионы, миллиарды денег, без реформ ничего не добьешься. Только исчезну. Это черная дыра. Без реформ. То есть надо менять систему, которая усваивает эти деньги и безболезненно для государства. Да, и вопросы пенсионного обеспечения, социального обеспечения, здравоохранения. Во всем надо сделать реформы, чтобы эти инвестиции, которые приходят, чтобы они не терялись. Это наш. Это был наш. Ну, больной вопрос нашего общества – коррупция. Вот вас как решалась эта проблема? А где есть деньги, там есть искушение. Дьявол, он не спит. А это коррупция. Он нас испытывает. Коррупция. Интересно иногда показывают, в той или другой стране там на индексе показывается, что коррупция там больше или больше говорится об этом. Вот что интересно. Если мы ощущаем эту коррупцию, если мы не боимся говорить конкретно, если человека, которого поймали с чужими деньгами, посадят в тюрьму, говорили об этом, когда возвращали имущество. Да, это принцип свободного общества. Если украли, должно вернуть. Что касается коррупции, и в Словакии есть коррупция. Мы открыто об этом говорим и пишем, и стараемся это наказывать на каждом шагу. Мне очень больно, когда здесь слушаю о коррупции с европейскими фондами. Но это общие деньги. Это мои деньги. Это и мои деньги. Евросоюз очень строго относится к этому вопросу коррупции. Поэтому без различия, кто у власти, вопрос коррупции, и мы его не будем способны решить в течение нескольких лет. Он говорит, что надо наладить систему, принципы функционирования общества так, чтобы такое поведение было неприемлемо. А кто-то дает, кто-то берет, чтобы люди, кто дает? Люди сами дают. И у них спрашивают, и не спрашивают. Они дают. Поэтому в этом году, например, мы поддержали одну хорошую инициативу. Студенты сами пришли за нами, чтобы начали в университетах бороться с коррупцией. Мы, по-моему, сделали эти значки. Я, ЕУ, ЕУ, символически ЕУ, ЕУ. Я не дам денег, я не беру взяток. И что было интересно, сами студенты, значит, это снизу пошла эта инициатива. Они заинтересованы, потому что они смотрят, они видят, что так невозможно, невозможно успеть таким образом. И поэтому я думаю, что надо. И, конечно, сейчас у нас была встреча друзей Молдовы. На днях приезжал сюда наш вице-премьер и министр иностранных европейских дел. Десять министров, 28 делегаций. Мы очень откровенно разговаривали об этих вопросах, которые должны решить, это реформа юстиции, прокуратуры, борьба с коррупцией и другие вопросы. Значит, что позитивно, что уже это все уже воспринимают как проблему. Хуже было бы, если бы люди не хотели говорить об этом. Если ты хочешь сделать коррекцию какой-то проблемы, ты должен сначала осознать, признать, что проблема есть. И после надо решительность решения иногда и опыта. Сейчас посмотрите, что сделало правительство, сотрудничество с партнерами из Евросоюза. Пригласили судей из Западной Европы, чтобы они помогали, чтобы они напрямую участвовали в процессах и в работе судов. Это эксперимент. Я надеюсь, что он успеет. Но с удовольствием смотрю, что что-то делается. У нас сегодня еще одна довольно злободневная проблема. Это проблема наших аграриев. Сейчас не только страны Евросоюза. Наша страна испытывает результаты российского эмбарго, запрета на импорт в эту страну, сельхозпродукции и не только. Насколько интересно то, что выращивается на полях Молдовы? Насколько это интересно для граждан Словакии, для рынка словацкого? Словацкий рынок открыт. У нас сельское хозяйство. Приходится конкурировать с вашими фермерами в таком случае? И с нашими фермерами, и с фермерами из других стран. Из Польши, из Венгрии. В Словакии сельское, оно чувствительное, но оно незначимое. Не знаю, например, если помидоры взять, производство помидоров в Молдове, это может быть один день работы завода Volkswagen. Если смотреть. Но они чувствительны, потому что столько людей зависит от этого производства. От этого производства этих помидоров или яблок. Ну, конечно, молдавские яблоки, они будут встречаться с конкурессией, с польскими яблоками. Им запрещено было вывозить на восточный рынок российский эти яблоки. И у нас в Словакии есть производители. Мы производим продукты сельского хозяйства и продаем и за рубежом, и дома, и очень много покупаем. Что интересно, в Словакии где-то 80-80% сельскохозяйственных продуктов для домашнего употребления, оно продается в сетях. И чтобы попасть в сеть, трудно. И по цене трудно. Но если ты попадешь, там можешь продавать огромное количество. Вот здесь сама сеть торговая регулирует, регламентирует приобретение фермеров. То есть она идет на поля или фермер идет в сеть? Это свободный рынок, но если кто-то хочет что-то продать, должен пойти туда. Мы уже занимаемся этим по винограду, по вину, работаем активно по продаже. Это нелегко, но мы целенамерены. И хорошие продукты, качественные. Надо поработать на одержимости качества, калибрации, стандартизации, защите или выполнении требований ветеринарных служб и фитосанитарных служб. Но это вам все-таки нужно и для какого рынка. Я думаю, что если Молдова успеет на западном рынке, ее товары будут и более конкурентоспособными и смогут продаваться за высшие цены и позже на восточном рынке. Мы никогда, когда мы говорили об европейской интеграции, в том числе и евроинтеграции Молдовы, никогда не говорили, что мы хотим отказаться от восточных рынков. Наоборот, те же самые автомашины. Мы продаем где-то 20% нашего производства на восточных рынках. Это для нас очень важный рынок. Мы не хотим смешивать политику и экономику. И хотим задержать эти рынки. То же самое говорят и наши власти. В общем-то, тем не менее, получается, что пока мы имеем то, что имеем. Но ведь не зря говорится, что через тернии к звездам, то есть через трудности к победам. Словакия, слушая вас, я понимаю, что Словакия проявила такие бойцовские качества и очень много оптимизма и решимости в построении своего государства. То есть вы страна решительных людей. Это доказывает еще и тот факт, что не так давно на саммите Евросоюза, вот Словакия в числе других четырех стран Евросоюза выступила против наложения новых санкций на Россию. То есть такой, ну, можно сказать, дружественный шаг в адрес страны, которая уже проявилась некой недружинственность. Но, тем не менее, я тут должен сделать коррекцию, это не точно. Что наше правительство имело в виду, это то, что санкции – это не цель сама по себе. Санкции – это инструмент, рычаг. Мы должны очень хорошо обдумать последствия санкций и факты, если эти санкции нам принесут те результаты, которые мы хотим достичь. Мы должны исходить из объективных, реальных информации, без пропаганды, без идеологических конструкций. Мы должны взять или вводиться нашими государственными интересами. Мы очень солидарная страна в рамках Евросоюза. Когда нужно было помочь, например, Украине с газом, мы предоставили наши и построили капацитеты для реверза газа. Но мы всегда уважали договоры. Этот реверс мы не сделали против договоров. Наоборот, мы поехали в Москву, договорились с «Газпромом». «Газпром» узнал, что то, что мы хотим сделать, и наше поступление – это по договору. Не входит в противоречие с контрактом. Не входит в противоречие, мы не делаем односторонние шаги. Поэтому это мы хотели сказать. Если мы будем говорить о санкциях, давайте хорошо обдумать. Давайте обсудить это на основе реальных, объективных информаций, без пропаганды и с учетом национальных. И поэтому мы оставили за собой право не принять эти санкции, если они пойдут строго против наших интересов. Ничего больше, ничего меньше. Поэтому мы очень солидарно относимся. То, что случается на Украине – трагедия. Мы можем до сих пор понять, как могут два братских народа – люди, украинцы и русские, и русскоговорящие населения Украины. Как могут убивать друг друга. С другой стороны, Украина – это суверенная страна, имеет право защищать свою целостность, свой суверенитет. Это безусловно. То, что случилось на Крыму – это флагрантное нарушение международного права. С этим мы никогда не можем составлять. У вас есть свое искусство, свой опыт с Приднестровьем. Мы, как маленькая страна, научились защищать свои интересы и объективно смотреть, и говорить, если мы думаем. Мы не будем выражаться по всем вопросам, но те вопросы, которые затрагивают наши основные интересы, по тем мы будем говорить. И хотим, чтобы наши партнеры уважали и наши позиции. – Спасибо вам за такой дипломатический прорыв в нашем вечернем разговоре. Было интересно. И я уверен, учиться никогда не поздно. Но учиться такому опыту, который представляет собой ваша страна, даже интересно. Потому что это опыт прогрессивного государства, опыт страны, делающей успехи, умеющей закреплять эти успехи за собой. Спасибо вам за сегодняшний разговор. – Вам спасибо большое. – Я думаю, нашим зрителям было также интересно. Вы смотрели «Вечерний разговор». У нас в гостях был посол Словакии Роберт Кирнак. Смотрите, следите за эфирами. Наша программа будет интересна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин